Перед коллективом Подольского драматического театра стояла очень сложная и ответственная задача преподнести известную историю о бесстрашных девушках так, чтобы она была понятна зрителям всех возрастов. Рита первая из класса вышла замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще и пограничника. И более счастливой девушке просто не могло быть на свете. Через год она родила мальчика. Назвали его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. Это даже не спектакль, это такая литературно-музыкальная композиция получилась у нас. Такая по повести Бориса Васильева «Азорь здесь тихий». У нас идет спектакль этот, мы его выпустили в мае, к дню победы премьера. У нас как рок-баллада такой получился. Ирина Велькина, исполнительница роли Лизы Бричкина, рассказывает, что играть в спектакле «Азорь здесь тихий» для нее большая честь. Они все очень простые, незатейливые девочки, только они большие герои. Может быть, вначале они не очень понимали, что для них является, ну вообще, что такое война, да. Но та смелость, которую обладают данной героиней, это, наверное, уважение большого заслуживает. Ну и играть таких, соответственно, не то что приятно, а горделиво. Музыкальным оформлением занимались специально, и это одна из особенностей спектакля. Музыка это Сергея Маврина, такой рок-музыкант замечательный совершенно. Вот мы уже работали с ним на другом спектакле, использовали его музыку. Вот, и Сергей разрешил использовать последний свой альбом. Он прям вот, на мой взгляд, совершенно замечательно вписался. Зрители подходили к кинотеатру «Искра», кто-то совершенно случайно, просто ради интереса, как Татьяна Лукина во время прогулки со своей семьей. Это вообще такой трагический, мне кажется, спектакль, что его хоть какое время смотреть, хоть писать, хоть читать, хоть слушать, все, что хочешь. А кто-то специально узнав заранее из афиши о спектакле. Когда я услышала, что у нас здесь будут показывать, а зори здесь тихие, я отпросилась у начальства и пришла посмотреть. Потому что когда-то, много лет тому назад, ну, лет 35 точно, если не больше, я играла в этом спектакле. Мы тоже ставили «Азори здесь тихие», и я играла Лизу Бричкину. Трагическая история о девушках-зенитчицах, оказавшихся в эпицентре военных событий, до сих пор никого не оставляет равнодушным. Созданные артистами образы – еще одна возможность напомнить современникам о тех, кто ценой своей жизни завоевал великую победу.